Всем фуд привет! Меня зовут Макс Брандт, вы на канале обзора ресторанов, а я в Москве. И мы продолжаем ходить по титулованным заведениям столицы. Пицца 22 сантиметра недавно заняла 13-ю строчку среди лучших пиццерий Европы. Правда, еще две наших пиццерии попали в топ-50, но эти забрались выше всех. Попробуем сегодня неаполитанские пиццы и попробуем понять, почему же они так ценятся в Европе. Многие меня просили сделать обзор премиальной доставки суши и роллов от Иды Галич. На ютубе, к сожалению, это не формат для меня, поэтому я его сделал в Телеграме. Пройдите по ссылке в описании и ознакомьтесь, а мы идем есть пиццу и не только. На самом деле нам несказанно повезло, потому что почти весь зал занят. На улице два стола тоже, соответственно, не свободны. Но только что вот ушли люди, и мы успели вскочить в последний вагон на последний стол и сели около окошка, то есть более-менее хороший свет. Вот серьезно, весь зал почти занят. Среда, два часа дня, то есть выходные здесь, наверное, очереди. Но в любом случае нам с вами повезло, и за это лайк. Что еще удивляет? Цены очень доступные, низкие и максимально приятные. То есть тут супы дешевле 300 рублей, горячая паста не дороже 500, кроме одной. Закуски доступные, салаты, десерты и пицца, кстати говоря, тоже. То есть единственное, что пицца от Романа Киселева, от Шефа 690, все остальное 290, 350, 400, 500. То есть на самом деле для такой титулованной пиццерии это очень и очень хорошо. А может быть неаполитану или все-таки... Я бы советовала больше дьяволу, если бы остренькая. Остренькая яда. Так, из нового света кремлевская звезда. Насколько вкусна по соотношению с видом? Сырраклет у вас в каком виде? Просто или вы прям всем мажете с головки? Напиток нам нужен. Безалкогольный какой-нибудь лучше домашний вот. Не ошибаюсь, если возьмете цитрус-мураквою. Тоже пользуется у нас популярностью. А смородина-базилик? Смородина-базилик тоже неплохо, а сладко. Давайте оба. Не могу предать смородину, но и цитрус-мураквою тоже хочется попробовать. А по 0.33 я думаю, что хватит. Топ-50 в Европе, понимаете? Ужас. Я знаю, тоже поеду, но что-то пришло. Как вам? Норм? Ладно. Я вас понял. Приятного аппетита. На самом деле есть в этом проблема. Потому что, когда ты идешь на что-то звездное, титулованное, у тебя очень высокие ожидания. Типа, ничего себе, сейчас будет просто разрыв всего. Вкус хуйнет каскадом. А когда просто вкусно такой, ну, типа, да, вкусно. А в чем же? В чем шуток? Почему 13-е там, а не 25-е, а не 36-е, а не 1-е? Попытаемся разобраться. Начинаем мы с апперитива. Он покислее. Это на цитрус-муракуйя 260 рублей за 0.33. Цена приятная. Повторюсь, мы в центре Москвы, друзья мои. Выглядит ярко. Нарезаны фруктики. Явно чувствуется апельсин, маракуйя пока нет. Трубочки, конечно, простоваты. То есть, лучше либо эко-френдли взять, либо вообще без нее, потому что мы из стекла пьем. Ну, выбиваются они, как-то, получается, не 13-е место. Но это и не пицца. Летний, освежающий. Много мякоти, поэтому через такую трубочку тонкую плохо проходит. Но по вкусу вообще огонь. Сладковато, естественно, не приторно, но в основном приятный кисляк. Отлично освежает, и я уверен, что солоноватую пиццу очень сильно сгладит. Только сейчас понял. 0.33, 260 рублей, а литр 550. Поэтому выгоднее брать литр. Я что-то тапанул. Ну, литр и 550 рублей. Где такое видно? Домашний материн должен так стоить, но нигде больше почти так не стоит. Раздел салаты. Строчателло с авокадо в трюфельном масле, шпинатами и томатами. 520 рублей. Вы только посмотрите. Вот тут же паста. Очень интересная строчателло. Прямо реально в трюфеле. Мясистенькие томаты, шпинат. В принципе, ничего сложного. 520 рублей. Адекватная цена для такой свежести продукта. Давайте по отдельности попробуем вот эту. А, нет. Вот не попробуем. Тихо. Хорошая, спелая. Как будто с грядки. То есть это не пластиковая с рынка штука. Возможно, какая-то фермерская история. Я вспоминаю ощущение. Опять же, с датчик. Берешь, порезал, ешь, и вот сок разливается. Хорошо. И давайте отдельно с тачателлку с трюфелем. Довольно необычно. Редко кто-то с тачателлу смешивает с чем-то. Трюфель походит по вкусу. Так, и давайте размешаем. Попробую уже все вместе. А все этот салат. Порция небольшая, но для летнего свежего перекуса самое то. За ваше здоровье, господа. Нужно еще перемешать. Соли как будто не хватило. Потому что отдельно, когда с тачателлой была, с трюфелем, она довольно соленая. А вот все остальное как-то не пропиталось. Давайте возьмем смей. Обязательно авокадин и все остальное. Сочно. Вкусно, свежо, сбалансировано. Но сольки чуть-чуть бы. А на столе, кстати, нету. Так что посолить не удастся. На второе у нас сезонная паста с лисичками. Фетучини, шпинат, лук, легкий соус на основе оливкового и трюфельного масла. Стружка корня хрена за 490 рублей. На самом деле довольно неплохая история. Немножко, конечно, подзасохла, потому что мы вместе с салатом это получили. Нам, кстати, дали ложку, а не венку, поэтому думаю, что для удобства сделаем вот так вот. Порция неплохая, лисичек много. Сейчас перемешаем, чтобы масло у нас обратно пропиталось и уже будем пробовать. Чувствую, что все-таки суховато. Либо от того, что у нас уже постояло, либо еще как, но надо пробовать. Это очень аль-дент, то есть довольно жесткий и чувствуется только вкус теста, вот немножко недоваренном. И ничего другого больше нет. Хотя здесь и трюфельное масло, которое очень хорошо было в чателле, и оливковое тоже должно давать. Но вот пробуем отдельно и только вот моно вкус макарон. Давайте все-таки немножко перемешаем и возьмем все ингредиенты на вилку, потому что иначе как-то странно получается. Лисички тащат, но их не хватит на всю порцию бетучения. Как-то вот вкуса не хватило. Я понимаю, что в пиццерии нужно пиццу заказывать, но если в наличии есть паста, тем более сезонная, она тоже надо быть на высоком уровне. Пока, конечно, не выигрышная позиция, далеко. Рецепт пиццы из Неаполя максимально прост, но самое главное – это прямые руки мастера. Также нужна мука твердых сортов, дикие или пивные дрожжи, много воды, ручной замес. Тут руки пригодятся и древяная печь. У ребят она есть, поэтому здесь все в порядке. Выдохнули, идем дальше. Минус пиццерии, он же плюс этой пиццерии, что приносит все сразу по готовности, то есть у них нет возможности ждать. Заказали вы 6 пицц и принесут вам почти сразу же. Давайте разбираться по очереди. Перед тем, как мы начнем с перроне, я выберу из-под носа у себя вот это, потому что очень сильно пахнет хреном. Это, конечно, приятный аромат, но он немножко подзбивает. Начнем мы, да, с классики. Старый свет, пепперони, 380 рублей, пепперони, моцарелла, базилик и красный соус. Ничего лишнего. Тоненькая, эластичная. Собственно, неаполитанская, как и должна быть. Очень приятный аромат колбас. И вот здесь я понимаю, почему сюда ходят. Ни из-за фетучини, ни из-за салата, а из-за вот этого. Капает немножко маслица. Но мне вот аппетитно. Я не знаю, как вам, но я кайфую. Это очень круто. Знаете почему? Потому что натуральный томатный соус. Здесь очень классные помидоры. Сочно, свежо, гармонично. Сделали один укус. И смотрите, какая красота у нас получилась. В меру солновата, поэтому хорошо бы запивать. Но на самом деле не критично. И вот смотрите, я про вот этот вот красный соус говорил. То есть просто давленые, растертые томаты. И ничего особо больше. Блин, ребят. Вроде максимально просто, но в простоте сила. И здесь даже не стыдно, что есть бортики. Даже без соуса. Я не знаю, может, конечно, для Няполя соус дополнительно это кощунство. Но для извращенцев можно такую сносочку сделать, что если вы хотите, есть соусы. Вторая пицца из Старого Света, Дьявола. 440 рублей, острая колбаска, зеленый чили, моцарелла, мед, красный соус. Тоже вроде как простовато. И опять же недорого, тем более для центра Москвы. Так, раз. Опять же чувствуем сочность. Настолько, что у нас с тонкого теста все падает. Поэтому возьмем вот более сдержанный кусочек. Опять же, завернем. Вообще, на самом деле, в Неаполе эту пиццу сворачивают в четверо, и получается бумажник. Ну, они так называют. Есть пикантность. Австрады, как таковой, не наблюдаю. Где-то 2-3, не потребляю 10. То есть это ощутимо. И тем, кто вообще не переносит острый, в тебе даже халапеоне, я думаю, что не стоит. Но немножко поглавать рецепторы можно. Опять же, идеальный, натуральнейший томатный соус. Вот. Мы даже видим частички плодов. А вот сейчас я мед почувствую. Он как бы не основной здесь, но вот около бортов собрался и дал сладость. Такую немножко тягучую. На самом деле, вот сейчас понятно, почему она прославилась. Не знаю уж, какое место, и по праву ли, но потому что это вкусно, недорого, и стоит попробовать, это 100%. Вообще, не британская пицца, она же вирачи, то есть истинная. Самый ардоксальный из всех, которые есть. По сути, может быть только два классических рецепта. Это маргарита и маринара. Все остальное уже не по канону. Да, могут быть варианты, тем более в наше время, но вот только маринара и только маргарита. Сезонная пицца с лисичками, сливочный соус, провола, строчателла, трюфельное масло, лук, корень хрена, чеснок, 580 рублей. И вот аромат даже на таком расстоянии хрена просто вот мне очень сильно дают в нос. В общем, пицца, как я понимаю, с характером. Провола, это, наверное, имеется в виду проволона, твердый итальянский сыр. Это у нас строчателла, лучок, лисички, сыр. В общем, все, что заявлено, вроде все есть. Знаете, что скажу? Очень интересно. И вот этот вариант, когда вы попробовали классику, понял ли в чем получается неаполитамистый спиц, и берете совершенно новое что-то. Здесь просто чувствуется все по отдельности. И сыр твердый, и строчателла, и хрен. А знаете, кто хрену помогает очень сильно? Чеснок. Смотрите, вроде как его не видно. Он под сыр маскируется. Но, опять же, вместе с маслом они усиливают влияние этой пиццы на ротовую полость. Интересно, нетривиально, вообще нескучно и необычно. Эта пицца максимально сложна для описания. То есть, вроде мы все читаем, все это чувствуем по отдельности. Вот в конце собирается вот вольтрон этот вкус. Мы просто не передаваем. Если в пиццах старого света красный соус, то в новом свете попадается и белый. Это у нас пармская ветчина, 590 рублей. Довольно дорогая по местным меркам. Пармская ветчина, моцарелла, руккола, строчателла, демигляс и белый соус. На самом деле симпатично. И пармской ветчины здесь не пожалели. Она солноватая, поэтому интересно, как будет все остальное взаимодействовать с ней. Тесто такое же классное. Давайте сделаем так, чтобы попалась ветчинка на наш кусок. Заворачиваем для удобства и давайте пробовать. Да, господа, как я и думал, пармская ветчина очень сильно все забивает. И если в неаполитане написано, что пицца соленая, берется с пивом, здесь я такой подписи не вижу. Хотя на самом деле с пивком в жаркий день очень было бы неплохо. Давайте попробуем все остальное без пармской ветчины. Отчетливый вкус рукколы, сливочного соуса и отдаленно демигляс. Все-таки нужно вот как-то вам, видимо, лично ветчину по кусочкам распределять. Вот, например, вот так вот, чтобы было не очень много, но при этом чувствовалось. Поэтому, что такого хватит количества. За ваше здоровье, господа. Вот. Сейчас баланс плюс-минус идеальный. Есть солноватость от плечины, но при этом все остальное, как волны оскалы, бьется об нее и немножко стачивает. Рукколы здесь, конечно, правит бал. Это удивительно. Вроде как ее было не так много, но она очень свежая и отчетливо здесь играет. Переходим к специалитетам. ТОП-50 пицца. Авторская пицца от ресторанов, вошедших в ТОП-50 пицца Юром. Представляем вам пиццу Августа. Перфект Наполи от пиццерии Каджа Пицца Кук в Таллине. Или Кае. В общем, в любом случае из Талина 550 рублей. Томатный соус, моцарелла, салями Наполи, горгонзола, варенье из инжира, свежий базилик. На самом деле очень клево, что ребята объединяются и делятся своими рецептами. 550 рублей, в принципе, опять же, невысокая цена. Начнем с салями Наполи. Мясо почти не почувствовали, потому что все забило варенье из инжира. Сладкое, плотное. Думаю, что нет смысла подельцы пробовать. Давайте общий фон. Пицца больше экспериментальная. Если с лисичками была необычная и ее стоило попробовать, то это не то, что на страх и риск, это не эксперимент, а для любителя нового. Здесь отчетливая горгонзола. Здесь инжир, варенье из него. Необычная позиция. И все это как-то, знаете, не для тех, кто заказывает одну пиццу и уходит. Это для тех, кто сет заказывает и пробует на компанию разные куски. А мы продолжаем идти по специалитетам. Это у нас шеф-пицца от Романа Киселева. Авторская пицца от шеф-поваров лучших садов Москвы. 0,75 Плис. Салатный премии «Шеф-повар года» в 2021 году. Из Красноярска человек. Сливочный трюфельный соус. Тартар из говядины. Маринованные бешенки. Салат кейл. Юкала. Вяльная альнина. Кедровые орехи. Вот это да. То есть тут получается тартар, алюмина из мяса, также соусы, грибы, орехи. В общем, все полезно, что в рот полезло. Да. Стоит 690 рублей. По-моему, одна из самых дорогих позиций для сегодня. Но здесь, во-первых, все очень плотно по начинке и много мяса. То есть вот тартар верхушечку, поверхность нашу скрывает. Так, ну давайте-ка. Горяченькое, хорошее. И тесто просто огонь. Пахнет мясом. Причем как и тартаровым, так и вяленым. Тут очень сильный, стойкий аромат. Интересно. Вспоминается классика. На лицо ужасное и доброе внутри. То есть вот было так сильно, мощно, стойко в аромате, во вкусе все это изнежилось. И вы понимаете, что элиминка добрая, для алилены, и тартарчик хорош, и вешенку вот это все разбавляет. Опять же, это далеко не классика. Это больше как эксперимент. Не всем понравится, но если вы за новыми вкусами идете, я думаю, что это ваш вариант. Да, 700 рублей почти, но опять же, это сезонное предложение, и я думаю, что гурманам стоит. Если вы не из этих, берите пепперони, дьяволу, маринару, маргариту, точно кайфанете. Очень сытная штука. Можно в одного съесть, но лучше делиться. Если обычную стандартную пиццу здесь можно съесть в одиночку и будет нормально, даже можно полторы еще, то есть либо пиццу и десерт, то здесь, я думаю, что все-таки стоит ашерить, как вы любите. Перед десертом нужно освежиться. Это у нас смородина-базилик. Черная смородина, базилик, сахарный сироп, содовая, 260 рублей за 0,33, 150 за литр. Опять нужно было брать литр, но мы заказали с самого начала, поэтому в следующий раз буду знать. Базилик, черная смородинка, аромат. Все равно базиликовый аромат остался. Смородинка, как-то сегодня, не в ударе. Ох, как же хорошо. Несколько слаще, чем аперитив был. Но тоже свежо, тоже по-летнему и тоже приятно. И базилик, знаете, оказался мне вторым номером, а он здесь наравне. То есть они вместе с смородиной, так сказать, финишную черту пересекли. Скоро смородина уйдет с прилавков и из ресторанов. Ну все, что будем делать? Пойдем к чему-нибудь новенькое. Ну а пока советую. Хотя, кстати, вот остается сладость по ощущениям в конце. Ну это как бы дежестив, а не в начале, поэтому хорошо. Но будьте к этому готовы. Если первый цитрус был вот хорошим для раззадоривания рецептов, то это для их окончательного забивания. Можно так сказать? Я думаю, что можно. Десерт, награда за еду. Не спрашивайте, как в меня столько влезло. Пока сам не понимаю. Сметанник брауни. Фирменный сметанный крем. Свежая малина. Пудра малины. 370 рублей. Опять же, цена адекватная. Тем более для центра Москвы. Сметанник брауни. Где еще такое? Малина не располовиненная. Это очень здорово. Сметанный бежевый крем. Малиновая пудра. И довольно много накрошено брауни. Не открою себе удовольствие, если съесть отдельно малину. Спелейшая. Такое ощущение, что ее практически поймали, когда она уже падала с этого корешка. То есть, вот настолько она полнотелая, сильная, спеленькая. Раз, взяли ее сюда. Конечно, я утрирую, но такое ощущение. Очень сладкий сметанный крем. Такое ощущение, что он как будто бы с гущенкой. И с чем-то таким вот сладко-вязким. Еще теплый брауни. С отчетливой горчинкой, приятной. И мне вернулся эпитет в качестве. Серьезно, брауни здесь в качестве просто вперед идет. Очень опасная история. Вы, естественно, доедите. И потом, возможно, будете мучиться с переполненным животом. Так что аккуратней. Либо с кем-то можно поделиться, либо брать не так много перед десертом. В принципе, одна пицца, любая им двоих. Это десертик, и вы неплохо перекусите. Если прям наеста хочется, попиться на каждого. Напиток каждому. Можно даже по литру. И десертик на двоих все-таки. Очень милая миниатюрная подставка под чек. Пицца 22 см и на магнитике. Так, что у нас по деньгам? 5 130 рублей за 11 позиций. 6 пицц, салат, паста, 2 напитка и десерт. Этой еды смело бы хватило человек на 5-6 точно. Понятно, что у всех разные аппетиты, но в среднем. Пицца дьявола точно должна быть у тех, кто немножко любит островатое. Она очень классная. Пепперони вообще must have, классика, которую пропустить просто стыдно и преступно. Пицца с лисичками, как эксперимент может быть, из-за отсутствия красного соуса понравилось меньше, но в целом тоже довольно сильная. С парамской ветчиной, если вам близка солоноватость, то тоже посоветую, потому что парамская ветчина хороша, но единственное, что ее может быть много на куске, поэтому сами делиться. Перфект Наполи от Кая Пицца. Эксперимент, аттракцион. Но она всего месяц здесь, и я думаю, что стоит присмотреться, если вы довольно часто сюда ходите. На первый раз не советую. Та же история с пиццей от Романа Киселева. Имеет право на существование, но брать ее только, если вы уже пробовали всю классику или хотя бы основные позиции. Салат неплохой, ингредиенты свежие, но чуть-чуть мне не хватило соли. А вот ветчины с лисичками вообще не советую. Соуса мало, чувствует столько теста, и, конечно, проигрывает всем другим позициям. Причем не только пицца. А вот сметанника с малиной другая история. Это очень сильный десерт, даже для непрофильного к десертам заведения. Лимонад, цитрус, маракуйя брать точно, а вот черная смородина с базиликом все-таки история сладковатая. Даже для меня, даже для любителей черной смородины. Норм тема, но летом хочется более освежающего. В общем, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. По ссылке в описании обзор доставки еды галичек в телеграм-канале. Лучше всех, Макс Баран. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова